Лучшая в мире Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень-очень разные. В этой студии, у экранов телевизоров нет двух абсолютно одинаковых людей. У нас масса отличий, но при всем этом разнообразии задайте нам один вопрос и вы услышите один ответ. Да, я люблю мою страну! Спасибо огромное нашим музыкантам! И мне кажется, мы должны поприветствовать их персонально! Валерия и Кирилл Остаповы! Оркестр Red Square Band под управлением Константина Горбатенко! Ну и две великолепных команды. Молодая миллиардерша в плане просмотров на различных платформах, а в команде «Синих» она отвечает за музыку. Мия Бойко! Для этого человека животный мир делится на две части. Это те, кого он уже дрессировал, и те, кого еще будет дрессировать. Эдгар Запашный! Она в любой момент может сбросить туфли и, встав на коньки, устроит здесь феерическое шоу. Олимпийская чемпионка Камила Валиева! И наш капитан «Синих». А капитан он, знаете почему? Потому что он красивый. Игорь Лантратов! И пятый член команды. Группа поддержки «Синие». Здравствуйте! Команда красных. Прямо вот одетые. Мах, глаз не оторвать. Светятся счастьем и уверенностью в своей победе. Ваши аплодисменты. В ее актерском списке огромное количество замечательных ролей. И все сыграны ярко и неповторимо. Светлана Пермякова! Многие ошибочно воспринимают его только как ведущего информационных программ Первого канала. Это неправильно. Его талант разносторонен и многогранен. Руслан Асташка! Человек, который не понаслышке знает, что такое быть лучшим. Двукратная олимпийская чемпионка, а ныне общественный деятель Светлана Мастер-Кола! И капитан команды красных. Наверное, самый умный человек в этой студии. А умный он, потому что носит очки. Савва Савченко! Ну и, конечно, пятый участник команды красных. Группа поддержки. Здравствуйте! А эта команда играет на стороне финансов. Поприветствуйте нашего генерального партнера Альфа-Банк. Банк для умных и свободных. Ну и самое главное, самое ценное, что может быть в нашей программе – призы. Это матрешки, которые созданы благодаря искусственному интеллекту. И достанутся одной из команд. Под ваши аплодисменты! Легкий разминочный конкурс под названием «С чего начинается Родина?» «С чего начинается Родина?» Это Блиц. Я задаю вопросы не конкретным командам, а как бы в воздух. Те из вас, кто первые догадываются, какой ответ правильный, нажимают на кнопку, дожидаются моего разрешения ответить и отвечают. Если отвечаете правильно, зарабатываете баллы. Отвечаете неправильно, баллы могут заработать, если дадут ответ на этот же вопрос вашей сопернике. Все очень просто? Готовы? Да. Ну что, пожелаем вам удачи аплодисментами! Поехали! Этого легендарного полководца Великой Отечественной войны в народе называли маршалом победы. Отвечают синие. Первым нажал на кнопку. Кто? Да? Мий? Я. Да. Ну давай. Жуков? Маршал Жуков, совершенно верно. Георгий Константин Жуков, да. Следующий вопрос. В каком городе находится самая глубокая станция метро? Красные, да. У нас, у нас. Москва. Даже если не Москва, то Москве же строят. Да. Строящиеся. И будет самая глубокая в любом случае. Давайте просто подождем, Валдис, чуть-чуть буквально. В Москве сейчас строится столько станций. Вообще, я просто очень люблю Москву, а если серьезно, то Владивосток, конечно. Владивосток, замечательно. Значит, он перечислил массу городов. Нет. Два раза. Рассказал о массе чувств и не угадал ни с одним. Нет, это не Москва, а если это не Москва, то это... Конечно, давайте размышлять. Если не в столице, то в какой? Во второй столице. Во второй столице? В Санкт-Петербург. Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. В Санкт-Петербург, совершенно верно. Станция метро Адмиралтейская. 86 метров глубина этой станции. Эдгард, может, ты не будешь нажимать кнопку? Какие тигры живут в России? Честный человек, искренний. Мне кажется, здесь больше никто и не знает ответа. Они даже не нажали. Сейчас скажут, мои. А, нет, нет, нет. Он скажет, два вида, мои и не мои. Мои и его. У меня еще второй. И какие-то? Амурские, они же сибирские, они же уссурийские. А иногда заходят? А иногда заходят в гости южнокитайские, приходят в гости. Но мы им говорим, спасибо, не надо домой. Потому что у нас есть амурские, они же уссурийские, совершенно верно. Для вас персонально. Назовите последовательность цветов флага России. Белый, синий, красный. Да. У нас команда, мы готовились. Естественно. Мы готовились. По поводу самый-самый вопрос. Самый длинный мост в России. Синий. Да, Мия. Мия. Русский. В Крыму. Крымский. Крымский мост. Она ответила. Естественно, Крымский мост, да. Я думала неправильно. Я там ехала недавно, он пипец такой длинный. Мы просто там на машине не знаем, сколько его приезжали. Это жилище может быть укрыто шкурами, войлоком или плетеной циновкой. Синий. Юрта. Юрта, верно. Отдыхайте, отдыхайте. Мы просто очень вас любим, мы задаем достаточно легкие вопросы. И тут еще важна скорость реакции. Ну давайте для вас. Медовый, яблочный, ореховый. Спас. Спас, верно. Спас. Молодец. Изначально их было гораздо больше. Был еще грибной, хлебный. Но вот осталось три основных в нашем обиходе. Каким кондитерским изделием славится Тула? Пряники. Естественно. Какого русского города летающее название? Орел. Орел, верно. Где находится геологический памятник Мань-Пупунер? Новосибирск, Коми, Томск. Коми. Коми. Совершенно верно. Да, да, да. Эти столбы образовались за счет выветривания уральских гор в течение миллионов лет. Ну да, там же... Основоположник военно-полевой медицины и анестезиологии. Его именем назван Российский национальный исследовательский медицинский университет. Рядом с нами. Сеченов. Это был вопрос? Сеченов. Нет, к сожалению. Он не первый. А если не Сеченов? Пирогов. Пирогов. Николай Пирогов. Совершенно верно. Какой молодец вы. Вот это... Молодец. У него не Сеченова было в голове. Последний вопрос этого конкурса. Как назывались торговцы, мелкие торговцы, которые носили свой товар на себе? Да. Коробейники. Коробейники. Верно. Есть. Итоговый счет первого разминочного раунда. 7-5 в пользу синих. Наш следующий конкурс. Он называется «Ума-палата». Знаете ли вы, дорогие участники, что у большого количества русских пословиц есть продолжение, о котором мы даже иногда не догадываемся. Например, «Сколько тигра не корми, а он запашному в глаза не смотрит». Ну, пускай так. Более того, иногда продолжения этих пословиц бывают по смыслу и значению совершенно противоположной первой строчке. Итак, для каждой из команд прозвучит одна пословица, а ваша задача выбрать ее правильное продолжение из четырех вариантов. Если ответите правильно, то зарабатывайте баллы. Если отвечаете неправильно, то я могу, ну, наверное, я так и сделаю, дать возможность ответить вашим соперникам и заработать этот ваш балл. Лидерами на данный момент являются синие с них, и начнем под аплодисменты. Как раз они перестанут быть лидерами. Продолжите, пожалуйста, пословицу. Копейка рубль бережет. Четыре варианта ответов. А лентяй на печи уснет, а рубль голову стережет, а две копейки два рубля, если друг не займет. Так, ну давайте размышляем. Рубль, что рубль? Что рубль? Рубль голову стережет. А почему? Конечно, рубль голову. Как будто лентяй на печи уснет. Потому что я мечтала недавно. А мы все знаем. Это как обычно. Итак, ответ? Валдис, у нас Мия проходила в последнее время курсы по вот этим вот пословицам, и она прекрасно знает ответ Мия. Копейка рубль бережет. А рубль голову стережет. И это абсолютно правильный ответ. Да. Вот это команда. Лентяй, какой лентяй. Замечательно. Теперь вопрос для красных. Утро вечера. Мудренее. Мудренее. И четыре варианта. Тощая корова, еще не газель. Кофе, чай вкуснее. Будильник утром вреднее. Жена мужа удалее. Жена мужа удалее. Если они сидят. Утро вечера. У нас готов ответ. Давайте. Мы как настоящие подкаблучники в данной команде. Более того, знатоки российской истории, российской культуры. Да. Предполагаем, что жена мужа удалее. Продолжение данной пословицы. Все-таки подкаблучником быть хорошо. Да. Он всегда прав. Да. Совершенно верно. Утро вечера мудренее. А жена мужа удалее. Более того, это абсолютно укладывается вообще в глобальную концепцию русской женщины, которая коня на скаку остановит, в горящую избу пойдет. Но, как известно, для того, чтобы стать женой, нужно побывать невестой. Белое платье, белая вода, в объятиях сердца улыбок будете навсегда. Сердце поставить печать. И можно громко кричать. Всем понятен итог этого раунда, но ради формальности подведем черту. Синие. Один балл красный, один. Ничья. Наш следующий раунд называется «Стоп! Снято!» Фин-фин-фин Фин-фин-фин У каждого из нас с вами есть ни один, ни два, я думаю, несколько десятков любимых отечественных фильмов. Но и о отечественном советском и российском кинематографе, мне кажется, пора поговорить. Мы расскажем вам несколько фактов о нескольких фильмах. Что-то будет вымысел, а что-то будет абсолютная правда. Для этого вам раздали таблички «Верю, не верю». После того, как на видеосюжете я задам вам вопрос, вы посовещаетесь, у вас будет на этом максимум 10 секунд. И по моей команде кто-то из вас и кто-то из вас поднимет табличку «Да» или «Нет». Итак, первый вопрос. Научно-фантастическая драма Андрея Тарковского «Солярис». «Солярис». Внимание на экран. Вы видите океан, представляющий собой поверхность планеты «Солярис». Как рассказывал оператор Вадим Юсов, океан замесили в тазу. Идеальный по фактуре и внешнему виду состав – это смесь из алюминиевых опилок и соляной кислоты. А потом скомбинировали с натурными съемками неба. Вопрос. Это правда или вымысел? Посовещайтесь. По-моему, да. Да, тогда все с ним. Нажимай. Не, поднимаем. Все, поднимать можно, да? Мы готовы. Ну вот смотрите, если… Кадр шевелится. Кадр шевелится. Он больше на металл как будто похож, да? Нет, он шевелится. Там как в свое движение. Готовы? Мы про тазики общаемся. А быстрее у вас времени на это нет? Три, два, один. Я нет, я не верю. Поднимайте ваши варианты ответа. Верю. Ну, давайте я приняду. Сейчас они будут поднимать. Вот, ну, а так не честно. Я сейчас не засчитаю ваш ответ. Не верю. Принято. На самом деле это абсолютная правда. Именно в тазике. Давай посмотрим. Простите. Самое интересное, что мы просто вот двумя мужчинами задавили наших женщин. Они, у них другой, у них правильный ответ был. А я отвечу, почему вы ошиблись. Потому что женщины, им надо верить, они более экономные. Тарковскому выделили очень маленький бюджет на съемки фильма «Солярис». И вот этот огромный океан вращающийся. Надо было делать, что называется, на пальцах за три копейки. Что они и сделали. А вы? Нет. Они летали на тихим океаном и снимали огромные водовороты. Отлично. Засчитано. Давайте поговорим о том, как важна связь времен. Это не просто слова. Писатель Эдуард Успенский в 1966 году придумал легендарного зверька по имени Чебурашка. И спустя 50 с лишним лет семейный фильм с одноименным названием рекордно быстро и громко стал лидером российского кинопроката. Сейчас вы видите на экране видеофрагмент. А это мой отец. Героиню Елены Яковлевой называли Риммой. Не случайно. Так звали жену Эдуарда Успенского, которая вдохновила писателя на создание ее книжного прототипа. Модный и зловредный шапокляк. Вопрос. Это правда или вымысел? Я думаю, вымысел. Я думаю, после этого сразу бы развод был бы, да, наверное? Ну да. Я кажется, я не верю. Ну да, как-то не история так красивая. Красиво. Звучит красиво. Вы готовы? Да. Синий готовы? Поднимайте таблички. Три-четыре. Не верю. Конечно. Не верю. Это неправда, хотя это абсолютно достоверный исторический факт. Биограф Успенского Ханну Мякеля писал, что прототипом в шапоклях стала мать писателя Наталья Алексеевна. Но позже Успенский уточнил, что образ скорее списан с супруги, характер которой был схож с маминым. Сами оттуда. Ничего страшного. Мы бы там никогда не сказали про женщину. Я бы не рискнула, я бы не рискнула, но мне почему-то, я смотрела фильм, и стала... Еще один смелый поступок среди чешских камнерезов, которые... Собор Святого Вита, там в водостоке в виде ведьм. Это камнерезы резали своих тещ. Я хочу поправочку. В телефоне моего зятя я записана как любимая тещенька. Вот что тут делать? Что с тещами не так? Потому что он не чешский камнерез, естественно. Согласна. Я не Дуарту Смирский. А может у чешских камнерезов тещи были записаны как любимые тещи? Никто ж не знает. Потому что тогда не было мобильных телефонов. Это происходило в среднем векове. Следующий фильм. В 2023 году на экраны страны вышла великая картина, которая называется «Вызов». Молодцы, естественно. Первый в мире полнометражный фильм, снятый почти полностью в открытом космосе. Обычно космическим полетам готовится около года. Но ввиду ограничений по срокам съемок для режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересейдь сделали исключение. Их допустили к полету без тренировок вообще, проведя только полное обследование организма. Правда это или нет? Нет, не верю. Нет, не верю. Они точно тренировались. Они тренировались, они бегали. Они тренировались. Просто взяли справку, пришли. Нет, да. Не верю. Тихо. Они делали? Они обследование делали? Нет, обследование. Они еще тренировки делали. Потому что они дышат, есть, мыться. Да, 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 еще как они приземляются тоже. Да, 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 да. Я тоже не верю. В капсуле и так далее. Мы готовы. Итак, все готовы? Три, два, один. Поднимаем таблички. Не верю, не верю. И вы абсолютно правы. Конечно. Они сомневались. Конечно, они проходили в ускоренном режиме. Но подготовка была. Да, специализированную, но подготовку, на которую ушло 4 месяца. 4 месяца подготовки к полету. Вместе с другими космическими студентами. Итак, по результатам этого раунда 2-1. Пользу команды «Красных». Все без тебя не так. Лечет тебе слагомета. И даже погон пистолета. Я найду тебя, я найду тебя, я. А накапливать свой капитал легче с Альфа-банком. Откройте накопительный Альфа-счет по высокой ставке и получайте проценты каждый месяц. Управляйте своими деньгами выгодно. Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. Наш следующий раунд. Горячая картошка! Честно скажу, игра «Горячая картошка» не была моей любимой дворовой игрой. Я любил расшиши, потому что там игра на деньги. Можно реально копеек 50-70 было выиграть. А у вас, кстати, какие были игры, любимые? Сава? Я вообще про расшиши первый раз слышу. Фантики. Да, о, это игра, когда раз, надо накрыть фантик врага. Дурака, конечно. Подкидного? Конечно. Переводного? И на деньги. Света? 12 записок. Так. А что это такое 12 записок? Ну-ка, быстренько, быстренько прямо. Команда, значит, заранее готовится. Один готовит, пишет 12 записок, раскидывает эти записки по-разному, там, двору или где-то как-то. Дается сразу, говорит, так, первая записка находится, например, в первом подъезде под скамейкой. А, то это такой красный следопыт, да, такой? Ютуб-пандаверный. Шикарная игра у вас. Мафия. Фигурное катание, да? Палдис, вы так давно на телевидении, что, возможно, не знали, были такие фишки, знаете, бьете, и они должны перебиться. Да, 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 сотки они назывались. Ну, у кого как. Камила. Стоп, земля. А что это такое? Мы бегали, был один ведущий, когда он говорил, там, пол это лава, все должны были на какую-нибудь, нет, на горку, например, или он говорил... А кто был горкой? На площадке играли. Это вы с ноги от земли. На какую-то поверхность надо было ноги. Да, на какую-то поверхность, или потом говорили, например, там, не стоп, стоп, земля, чайка. И все бегали, ведущий бегал за кем-то. По чужим столам в ресторане, знаете. Да, совершенно верно, собирал крошки. Эдгард? А я что, получается, один в бутылочку люблю играть? Эдгард, Эдгард. Эдгард, эдгард. Эдгард, эдгард. Эдгард, 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 эдгард. Никогда не играй в бутылочку один. Это очень плохое. Дорогие друзья, значит, мы угадали со следующим раундом, потому что он будет всем нам с вами в новинку. Занимайте, пожалуйста, места за нашим столом. Псал, очень хорошо, что коробочка у вас. Потому что время уже пошло. А правила я буду объявлять неспешно. Итак, коробочка с сюрпризом. Рано или поздно она... Как-то видоизменится. Очень хорошо, чтобы в это время она не находилась у вас в руках. Для того, чтобы передать ее сопернику, нужно ответить на мой вопрос. Отвечаете правильно, получаете право передать. Отвечаете неправильно, отвечаете на следующий вопрос. И так до тех пор, пока вы не найдете решение моей задачи, тогда можете передать свою коробочку следующему сопернику. Ну, понятно, что мы где-то кругов 50 накрутим, а потом произойдет метаморфоза. Как раз чай заводит. Команда, у которой в руках коробочка стрельнет, потеряет все свои набранные очки. Справедливо. А другая команда обогатится. Поехали. Правила всем понятны? Да, и подсказывать нельзя. Если вы подсказываете своему коллеге, он хочет очень помочь. Это я признаю как неправильный ответ. Все, молчим. Девичья фамилия жены Александра Сергеевича Пушкина. Гончарова. Да. В каком произведении прозвучало выражение «счастливые часов не наблюдают». Хороший вопрос. Хороший вопрос. Следующий. Горе от ума. Кому приходили лечиться? И коровы, и волчинцы. Айболит. Айболит, да. Какие цветы искала в канун Нового года героиня сказки 12 месяцев? Тюлени. Тюлени нет. Подснежники. Подснежники, верно. Страшно, да, Мия? А я не тороплюсь. Животное из сказа Божова, которое умело изготавливает драгоценные камни простым ударом копыта. Антилопа золотая. Гну. В сказах Божова. Нет, это козел. А, козел. Памятник какому драматургу установлен у здания Малого театра в Москве? Кому? Александру Николаевичу. Держи поближе. О, господи, боже, простите. Ну, тогда с усложнением. Какая кличка была у собаки в сказке? Золотой ключик или приключения Буратино? Артемон. Артемон. Артемон, верно. Чем к старости стала слаба мартышка из басни Крылова? Умом. Нет, глазами. В каком произведении Сергей Михалков рассказал о человеке огромного роста? Дядя Степа. Дядя Степа, верно. Кому принадлежат строки? Умом Россию не понять. Аршином в общем не измерить. У нее особенная стать. В Россию можно только верить. Время это Федор. Достоевский. Чучев. Чучев. Ладно, засчитаем. Какого цвета были паруса на корабле Артура Грея в повести Грина? Красные. А никакие. Тихо. Может, они алые, но это тоже засчитано. Засчитано. Сау. Быстрее, Валдис. А вам все Пушкин и Пушкин. Фамилия Татьяна из романа Пушкина Евгений Онегин. Ларина. Ларина, верно. А куда он все знает? Вы что такое умеет? Продолжите строчку блока. Ночь, улица. Фонарь, аптека. Да. Какого цвета, но не красного. Не красного. Было платье у Наташи. На первом полу. Голубого. Нет, сначала белого. Сначала белого. А когда все взорвалось, то голубого, а потом красного. Фу. Фу, господи. Ну что, поздравим, Синих, а не победила. Блин, подстава. Счет 5-0 в пользу команды Синих. И ничего страшного, все нормально. Самое время перейти к нашему спортивному конкурсу с Физкульт. Приветом. Уверен, для вас это будут семечки, потому что две великие спортсменки. В каждой команде свой лидер. Я бы даже так спел. Мы верим твердо в героев спорта. И нам Камила как воздух нужна. И нам Светлана как воздух нужна. Вопросы для каждой команды. Отвечаете правильно. Все хорошо. Отвечаете неправильно. Могу спросить у соперников. Так, первый вопрос для Синих. Как синхронистки слышат музыку под водой? Колонки, трубы. Они по вибрациям передают им. Кто у нас отвечает за спорт? Конечно. У них есть под водой динамики. Но звук под водой очень сильно отличается вибрация. На что они обращают внимание в первую очередь? На что они ориентируются? Напряжения какие-то. То есть должны быть маркеры. Там еще есть струйный динамик. Короче, трубы им еще могут стучать по ритмам. Водопроводчики. Нет, там специальная сеть труб проложена. Не мудрствуйте. Ну вот все проще гораздо. Динамики встроены. Динамики встроены. Бассейн. Что они в первую очередь слышат? Голос тренера? Внутренний голос. Голос ведущего шоу «Я люблю мою страну». Они слышат ритм. Ритм, да. В первую очередь они обращают внимание на ритм. Потому что звук, он достаточно размыт. А ритм, он весьма и весьма четкий. Ну, я говорю под водой. Ну что, засчитаем. Правильно будет сказать клик. Это называется клик. Камила, но теперь вы просто должны в память об этом, ну, достаточно курьезном случае, поставить на льду номер «Веселая водопроводчица». Так. Ну, вы посерьезнее, пожалуйста. Конечно. Стараемся. Так. Перед матчем российской премьер-лиги сезона 21-22 года между командами «Крылья Советов» и командой «Ростов» произошла необычная церемония. Дело в том, что не нашли монетку, которая разыгрывается, да, в начале, кто в какой стороне поле играет. К какому способу розыгрыша они прибегли? Если не ошибаюсь, камень-ножницы-бумага. Камень-ножницы-бумага. Пальцы-то всегда с собой. Монетки нет? Камень-ножницы-бумага. Да. А может быть там кто смешнее? Нет. Нет. Суефа. Камень-ножницы-бумага. Да, да, да. Именно. Нет. Ты была разыграна. Вот такой ответ крутой. Вам за водопроводчика вопрос с утяжелением. Он только девушкам. Как выглядит финишный флаг на автогонках? Например, в «Формула-1». Я знаю. Но. И? Черно-белая клеточка. Клечатый флаг. Совершенно верно. Да. Не, ну это же, когда еще они только стартуют, они выходят такие девчонки красивые, типа с флагом. С этим вот так. А это вопрос для красных. Если отвечаете неправильно, проигрываете раунд. В какой спортивной игре выбивают бабушку в окошке? Городки. 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 Русская народная игра. Городки. Совершенно верно. Счет 2-2 по итогам этого раунда. Равный ничья. Давай, рожи я. Давай, давай. Давай, красиво. Давай, давай. Давай, рожи я. Наш следующий раунд. Из песни слов не выкинешь. В нашем шоу очень много музыки. И рано или поздно она должна была перекинуться на вас. Музыкальный раунд. Более того, двухчастный. Первая часть раунда это Блиц. Вторая. Об этом расскажу чуть позже. Итак, некоторые факты из жизни и творчества советской, российской, современной, может быть, очень древней, давней эстрады. Отвечает тот, кто первый нажмет на кнопку. Опять. Приготовить. Да, совершенно верно, это Блиц здесь. Нет очередности команд здесь, каждый из-за себя. Какая ныне известная певица, будучи ребенком, исполнила бэк-вокал к песням Линды? Интересно, какая певица? Давайте у нас есть время. Татушка тоже неправильно. Я сейчас скажу правильный ответ, и вы... А, так я знал. Юлия Савичева. Конечно. Да, конечно, конечно. Да, 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 да. Ну, очевидно было. Кстати, о Тату, которые уже сегодня прозвучали. Название этого коллектива. Ради какого спортивного мероприятия воссоединилась группа Тату? Нет, первыми были красные. Да. Сова. Это был чемпионат мира по футболу. А почему не по керлингу? Ну, смотрите, Тату. Вот какое-то должно быть грандиозное соревнование. Чемпионат по Татуевке? По водным видам. Я отвечаю. Нет, уже нет. В Минске? Олимпийская чемпионка. Уже поздно. Олимпиада в Сочи. Конечно, ради церемонии Олимпиады в Сочи Тату воссоединились. Так. Кто из вас знает настоящее имя певицы Зиверт? Мия. Юля Зиверт. Юля Зиверт, верно. Да. Это мы знаем. Мы знакомы, потому что. Фильм «Чародеи» все смотрели? Нет. Да. Очень хорошо. В рожденном в Советском Союзе. Для всех, кто смотрел, исполнительница песни «Три белых коня» в этом фильме. Долина. Совершенно верно. Лариса Долина. Верно. Светлана Термина. Здорово. Здорово. Я знаю, конечно. Лариса Александровна. Какая популярная актриса снялась в клипе на песню Александра Серова еще раз о любви? Алферова. Я хотел отдохнуть, а вы все знаете. Да. 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 Ирина Алферова. Какая песня в фильме «Служебный роман» стала результатом сотрудничества композитора Андрея Петрова и режиссера Эльдара Рижанова? Можем посидеть. А, Сава. Со мной вот что происходит. Нет. Нет. Дело в том, что со мной вот что происходит, это из иронии судьбы. Да, да, да. Это сужебный роман. Неизвестнейшая песня. Раз. Два. Давай нам, брата. Не дам. Три. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодарна. Я не знаю, брат. Я не знаю. Если бы я знала, я бы сказал. То из исполнителей спел с дуэтом с Григорием Лепсом песню «Она не твоя». А, синий. Все правильно, да. Стас Пьеха. Она не твоя. Нет, нельзя подсказать. А уже все, уже сказали. А кто нажал, это не важно же, да? Кто? Тимати. Тимати, нет. Вот честный. Стас Пьеха. Стоп, стоп, стоп. Вот честный, 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 честный. Нажал, ответил, молодец. Не взял подсказку, нажал неправильно, ответил неправильно. А это Стас Пьеха. Стас Пьеха, верно. Сколько полных лет было Лехе из песни Алены Апиной? Леха, Леха, Леха. Там что с Лехой произошло-то? Ему плохо. Ему плохо. На сердце суматоха. Ну, ну, а из-за чего ей плохо-то, Апиной? Думаем, соображаем. Он пошел в армию. Значит, ему 18 лет. 18 лет. Да, 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 да. Ему ушел. Вроде все идут служить, ребята. Какая группа победила на первой фабрике звезд? Красные, да. Корни, совершенно верно. АПЛОДИСМЕНТЫ Правильно немножко другую букву R говорить. Корни. Красиво, молодцы. Они же все очки потеряли. Кто из исполнителей взял псевдоним из-за большой любви к зиме? Красные, да? Не лето. Не лето. Естественно. Гимном, внимание, внимание, Блиц продолжается. Но не сдавайте, синий, я вас верю. Гимном какого футбольного клуба стала песня «Знаешь ли ты?» Да. Спартак. Спартак, верно. Это же первый на два. Ребята. Они там живут все. Они на что-то, конечно. Блиц еще не закончился. Это у них эти кнопки не обочие. Стало отсутствие передних... Опять крошка. Шара. Шара зубов. Ири. Малдис. Вот так. Малдис. И второй горшок. Король и шут. Там просто... Мы все знаем. Мы все без зубов знаем. Это случайно. Какая певица снялась в фильме? Она нас... Брат 2. Брат 2. Салтыкова. Первая опять была и красная. Да. Ирина Салтыкова. Ирина Салтыкова. Верно. Кто исполнил партию Сыщика, Атаманша и Трубадура в фильме «По следам бременских музыкантов»? Муслим Магомаев. Муслим Магомаев. Совершенно верно. Мы любим нашу страну. Мы знаем культовое ее исполнение. На Старом Арбате в Москве существует своеобразный... Цой. Стена. Цой жив. Они все знают. Да. И это финал. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле. Одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу где тысячи лет. Прожитых под светом звезды по имени Солнце. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Отлично! Но это еще не все. АПЛОДИСМЕНТЫ Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. Мы продолжаем вторая часть нашего музыкального конкурса «Певческая». Каждая команда должна выбрать участника, который будет петь. Вы, поскольку проиграли «Блиц», у вас право выбора песни. Здесь два конверта выбираете вслепую. А кому петь, тот и выбирает. Мия, ну давай. Я ж не даром один поближе к вам держал конвертик. Ну а вам, остатки сладкие, достается суперпесня. Более того, я думаю, мы начнем, Света, с вашего божественного меццо-сопрано. Меццо-сопрано, да, меццо-сопрано. Что за песня? Ну, что за песня? Все, я открываю, да? Конечно, естественно. Итак, Оскар получает. Он отправляется. Гоу-сту. Гоу-сту. Виновата ли я? Теперь идеальное попадание в процесс. Свет, задача очень проста поначалу. На экране зажигается текст. Так. Вы поете вместе с ребятами под музыку, но в какой-то момент они прекращают петь, исчезает текст, вы остаетесь одна-одинешенька. Вам никто не помогает, вы должны петь правильно и четко. За каждую строчку, верно пропетую, вы получаете балл. Если ошибаетесь, то не зарабатывайте баллы. Вам понятно? Ага. Если я вдруг забыла слави, я могу... Да, ну тогда шиш. Возможно, по баллам шиш. Понятно. Нет, так и пойте. И по баллам сейчас мне вот шиш. Па-па-па. Готовы? Раз, два, три. Виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песни ему? Отлично! Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Целовал, миловал, целовал, миловал, говорил, что я буду его. А я верила все, и как роза свела, потому что любила его. А я верила все, и как роза свела, потому что любила его. И все! Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песни ему? Виновата ли я, виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песни ему? Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песни ему? Есть вероятность, что второй куплет можно и без нас продолжить этой песни? Это было чуть-чуть больше, чем просто волола. Да, друзья, ваши эмоции! Да, давайте посмотрим, что вам там досталось. Как называется? Агучин. Хоп-хей-ла-ла-лей. Хоп-хей-ла-ла-лей. Агутин. Мия, проходите. Мы точно знаем, мы точно знаем. Все так и не так, и как будто бы пусяк. Кто-то скажет, что за черт, ни дома не грожат. Ночь не спасает до утра, но снова день на синем подбережье небо. Хоп-хей-ла-ла-лей. Где вопросы, где ответы? Хоп-хей-ла-ла-лей. Что не говори? Хоп-хей-ла-ла-лей. То ли ты, то ли нет. Хоп-хей-ла-ла-лей. Синий? Отлично. Хоп-хей-ла-ла-лей. Где вопросы, где ответы? Хоп-хей-ла-ла-лей. Что не говори? Все вместе. Хоп-хей-ла-ла-лей. То ли ты, то ли нет. Хоп-хей-ла-ла-лей. Лена, вопросы? А все, уже вопросов никаких нет. У Агутина ко мне вопросы появились после этой передачи. У Агутина точно, кстати, прямо сейчас видео отправили тебе. Леонид, не смотрите, пожалуйста, я вас люблю. Спасибо огромное. Не обойка. Это было. Мы подводим итоги нашего музыкального конкурса. Команда синих. Три. Команда красных. 15 баллов. Перед тем, как мы перейдем к финальному конкурсу, колесо удачи, я хочу подвести пока промежуточные итоги игры. 25. На 19. Немножко. Ничего страшного, все это можно наверстать в нашем финальном конкурсе. Итак, я задаю вопрос, ответом которого будет всегда числительное. Вы должны дать ответ либо абсолютно точный, либо максимально близкий. Та команда, которая оказалась ближе к правде, получает возможность крутануть колесо удачи и либо заработать, либо увеличить свои баллы, либо их потерять. Либо, как в случае знака равно, выровнять победителя и отстающего. В любом случае, все в ваших руках, а на данный момент все в ваших мозгах. А сейчас я задам вопрос от нашего генерального партнера Альфа-Банка, ответом на который будет числительное. Чей вариант окажется ближе к истине, та команда получает право запустить колесо удачи. Вы можете заработать кэшбэк два дополнительных балла. Телезрители тоже могут получить кэшбэк и не баллами, а реальными деньгами. Просто закажите карту Альфа-Банка. Сколько лет правила династия Романовых? Так, сколько лет? Давайте смотреть. Они из тысячи шутов какого года? В начале века, да? 17-го. До 1917. Получается примерно 300 лет. Так, плюс-минус сколько? Надо вспомнить, когда собор был. Давайте обратный отсчет начну. Нет, не помню. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Скажите мне, пожалуйста, какой у вас срок правления династии Романовых? Да, слушаю. Света отвечает. Мы помним, что династия Романовых с размахом отметили свой юбилей 300-летия дома. Это было, по-моему, в 12-м году. Например? Например, в 12-м году или в 13-м. Но, соответственно, мы помним, что до 17-го года. И хватит мне мозги пудрить. Давайте цифры. Получается, что это 304? Просто можно 300 сказать. 300? 300 и на это восстановимся. Все, 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 все. Вы понимаете, что я на вашей стороне. Ох, спасибо. Чего я бежал? Я так ждал. На самом деле мы коллегиально сейчас общались, высчитывали. Все логично, да? 1600 какой-то год, начало. 1917. И в данном случае, скорее, это больше 306? 306. 306. Две тысячи... Это правило династии Романовых. Да. Получается тогда с 1611 по 1917 год. А ваш ответ, упрощенный вариант, 300. Вы, обе команды, близки к правильному ответу. В 1613 году династия Романовых взошла на российский престол. И в 1917 году их правление закончилось 304 года. Мы выиграли. Синие получают право крутить колесо удачи. Простили. Камила, прошу. Давай. Эх, да. Смело, сильно, с огоньком. Сильно, сильно, молодо, да ладно. Сильно прям. Олимпийские. Много. Дорогие друзья, а пока колесо крутится, крутится оно будет еще долго. Я расскажу вам интересные и примечательные факты из карьеры и спортивных достижений Камилы Валиевой. Во-первых, она красавица. Во-вторых, 5 баллов. Плюс 2 балла кэшбэк. Счет 26 на 25. Есть еще один вопрос. Камила умная. Скажите мне, пожалуйста. Но мы же все телевизионные люди, да? Да. Мы же все любим приходить на телевидение, сниматься в знаменитых шоу «Валдиса Пельша». Очень. Только в них. Ну, там розыгрыш не все любили. Но угадай мелодию, многие любили. Да. Конечно. И другие хорошие программы к твоих несчастьях. Телевизионный сигнал до недавнего времени распространялся при помощи Останкинской телебашни. А какова высота Останкинской телебашни? Покойно. Это 525. На долгое время было самым высоким зданием. Да, совершенно верно. До сих пор я вам больше скажу, Останкинская телебашня является или третьим, или четвертым сооружением на нашей планете по высоте. Ну, если мы не берем жилые помещения. 570, это уже как 600, это много длиннее. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Так, синий готов отвечать. На самом деле здесь у нас немножко разделились мнения. Давайте возьмем усредненно. У нас есть вариант 570 и 510. Давайте на чем-то среднем. 528. 40? 540 нравится? 540. Принято. Это много. Ну, это что-то. Нет, все-все-все-все. Вы же работаете в этой башне, молодой человек. Мы рядом работаем. Вот и называйте нам точную цифру. Подожди, подожди. Но. Так. Ну, так, чисто по внешнему виду. Метров 100. 390. 390 метров высота Останкинской башни. То есть это мы с тобой мечтатели. Тарара. Не бывает таких уже зданий такой высоты. Вы с ума сошли? 540 метров. 390, говорят знатоки. Они абсолютно неправы. Потому что высота Останкинской башни 540 метров. Да. Останкинская башни. Ровно 540. 540. 540. 540. Вот это. Да, да, да. Мия. Круто. Вообще. Друзья. Это круто. Круто. Цеплят по осени считают. Кручок. У нас, да. У нас на барабане есть как сектор плюс, как сектор двойной плюс, тройной плюс, так и минус-минус-минус. Мия. Сильно. Ярко. С огоньком. Прям очень сильно. В общем, по-бойковски. Да, очень сильно. Как твой концерт. Давайте. Эгей. И бойте свою песню. Ну, давайте, ребята, ребята. Все по игре. Молодец. Все по игре. Не 13. Нет. Нет, не ноли, не минус-минус. Хорошо. Остановись. Да. 15 баллов плюс. Да. Стрелка замерла. Победитель. Дорогие друзья, итоговый счет нашей сегодняшней встречи. 41 на 25. В пользу команды «Синих» им достается обещанные желанные потрясающие призы. Матрешки, которые созданы благодаря искусственному интеллекту. С вами была программа «Я люблю мою страну». До новых встреч. Я уже начинаю скучать. «Я люблю мою страну». «Я люблю мою страну». «Я люблю мою страну». КОНЕЦ ÁNG» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова